Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Антониус Йоханес Деркиндерен. Голландский художник, художник по стеклу, рисовальщик, дизайнер обложек книг. Родился Антуан Деркиндерен Хертонгенбоссе в 1859 году в семье Хенрикуса Деркиндерена, золотых и серебряных дел мастера. В то время город был глубоко католическим и консервативным. Посещал дневную школу для учителей начальных классов. Простая причина, по которой он ходил в эту школу, заключалась в том, что образование было солидным и бесплатным. Он также получил квалификацию преподавателя рисования и математики. Я зачитываю Википедию. Деркиндерен с большим энтузиазмом руководил хором этой школы. В мае 1878 он получил квалификацию помощника учителя начального образования. Посещал королевскую школу прикладных изобразительных искусств. Этой школой руководил Штракка. Деркиндерен получал обширные уроки от Тракки и позже отмечал, как он ценил своего учителя. Три дня в неделю брал уроки архитектурного рисования у Ламберта Хазенманса, архитектора по реставрации знаменитого местного собора святого Иоанна. В 1880 году отправился в Амстердам, где до 1883 года учился в Государственной академии искусств Ван Билденде. В 1882 году прервал учебу, чтобы поехать в Брюссель вместе с Яном Туропом. Остался там на год, чтобы учиться в академии рисования под руководством Яна Франца Порт-Тайлса. В 1886 году жил в Амстердаме. Был одним из первых членов общества художников Святого Луки. Затем Деркиндерен поселился в художественной колонии Ларе. Его идеал составил в том, чтобы студенты учились рисовать по модели ремесленника, основанной на средневековых гильдиях. В 1903 году основал мастерскую в Ларе. В этом цехе было изготовлено несколько крупных свинцовых светильников, в том числе свинцовый светильник для фондовой биржи. Однако отсутствие дальнейших заказов вынули его снова продать мастерскую в 1906 году. В 1907 переехал в Нового Тарда, где стал директором Государственной академии искусств имени Билденде. В 1914 Деркиндерен стал почетным доктором Государственного университета Гронингена. В 1894 женился на художнице и историке Иване Генрете Бьезе. Брак остался бездельным. Его картина «Таинство чудо», которую он написал в 1884 году, в июне 1889 было выставлено в Гаге. Картина широко обсуждалась в голландских СМИ и Деркиндерен стал знаменитым. Было много критики, но большинство экспертов были настроены положительно. Картина получила восторженный отзыв Янна Верн. Он оценил намерение художника создать картину, которая была частью здания, а не самостоятельным произведением искусства. Картина «Таинство чудо» была куплена частным лицом, а в 1895 году было получено взаймы Амстерданским музеем Стейдели. Деркиндерен занимался росписями, к примеру, фреско в ратуши Хертонгенбосса. В 1884 году Деркиндерен выставлял эскиз для росписи в городской ратуши Хертонгенбосса. Они встретили широкое одобрение. В августе 1889 муниципалитет принял проект художника. В 1891 он реализовал свой проект, который стал известен как первая стена Бош. Это была работа на холсте, которая была прикреплена к стене и сделала Деркиндерена признанным художником. Создал репутацию его как художника-монументалиста и общественного художника. В 1993 расписал вторую стену. Был убежден, что форма общественного искусства даже в большей степени, чем монументальная живопись. Иллюстрировал книги. Важным значением для него была работа на Амстердамской бирже, ныне известной как Берс ван Берлаге. Задание украсить большой зал торговой палаты, которого на самом деле был городской аудиторией, плодано в середине 1900 года. Под влиянием идеи Уильяма Морриса и Уолтера Крейна он пришел к пониманию того, что следуя идеям искусства для искусства, искусство оказалось изолированным от общества. А ремесло было проигнорировано. Деркиндеран стремился к новой интеграции искусства и общества, где искусство служило обществу и исходило от общества. Ну вот такое написание я нашел в интернете. Немножко о голландском художнике, художнике по стеклу, рисовальщике, дизайнере обложек книг Антониус Йоханнес Деркиндеран. Все, пока-пока, до свидания. Смотрим работу. Субтитры создавал DimaTorzok